Эфир телеканала ОТС продолжает программу от первого лица, открытая честно о задачах развития региона, проблемах и путях их решения. На традиционной встрече с журналистами губернатор Владимир Городецкий рассказал о своем участии в Гайдаровском форуме, который традиционно проходит в Москве на базе Российской академии народного хозяйства. Ключевые вопросы, которые ставятся на мероприятие, касаются экономики. На этот раз обсуждалась дальнейшая стратегия развития страны в рамках международного сотрудничества. Международное сотрудничество Одним из факторов способствует успешному направлению развития экономики это как раз международное сотрудничество. Потому что нам удобно сегодня и обеспечивать это развитие международного сотрудничества и как с Азией, и как с Европой. Географическое положение, транспортный узел пересечения всех основных магистралей и воздушных с активным развитием аэропорта Толмачева. Кстати, даже в это время, в этом году, в 2015, непростое время, ведь экономическое, когда меньше туристические потоки, наш аэропорт Толмачева перевез более 3 миллионов 700 тысяч пассажиров. Это чуть меньше, чем в 2014 году. И пересечение автодорожного основных магистралей, это Транссибирская магистраль, это водный путь, обеспечивает выход и к ресурсодобывающим регионам, и на восточные регионы, которые страны, Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому вот эти предпочтения географии, они дают нам предпосылки для базироваться на активной международной деятельности, которая позволяет развивать и экономику. Какие, прежде всего, мы используем уже формы организации международного сотрудничества, это, прежде всего, подписание и работа в рамках регламентированных соглашений. На сегодняшний день у нас подписано 20 соглашений с разными регионами. Вчера подписали 21-е. Подписали с регионом Ломбардия, Италия. Это такой основной экономический драйвер развития экономики Италии, регион Ломбардия. И мы с ними подписали вчера соглашение. До этого была декларация о намерениях о взаимодействии. Это соглашение позволяет формализовывать формат стратегии развития, специфики развития с тем или иным регионом. Это бурное, интенсивное взаимодействие по поводу обмена делегациями. Как бы не сложен был и политический, и экономический год 2015, у нас за год посетила 51 делегация из 25 стран мира. Поэтому это не меньше, чем в 2014 году активность. И поэтому вот это взаимодействие в виде обмена делегациям, оно продолжает. Мы активно используем презентацию нашего потенциала в различных площадках. Так вот приняли участие в конце, в прошлом году, в полторой половине года презентацию нашего потенциала на первом российско-белорусском форуме развития экономики Белоруссии в Минске. Мы сделали презентацию по предложению министра иностранных дел в России, в Москве, когда приняли участие представители 113 дипломатических миссий, в том числе 78 послов. При них пришли на вот эту презентацию нашего потенциала. Это вызвало большой интерес, при том интерес и большой, больший, по крайней мере, возрастающий такой интерес стран Европы. Несмотря на вот эти политические и вот эти санкции, тем не менее экономическое сотрудничество, оно лежит в основе, оно как бы не подвержено, я бы так сказал, большой политике, которая, конечно, препятствует такой активности. Вот. И, надо сказать, вот прошло, это было в ноябре, два месяца, третий месяц, я уже получил официально более десяти официальных писем от представительств дипломатических, которые были на этой презентации, которые вносят свои предложения по поводу посещения нашего региона с тем и с той или иной такой миссией. Владимир Городецкий отметил, что преимущество нашего региона в том, что именно у нас находится один из мощнейших центров мировой науки. И, конечно, это оказывает большое влияние на экономическое развитие нашей области. Надо сказать, что рейтинг постоянно анализируется федеральными структурами. И вот последний рейтинг, который был проведен департаментом социологических исследований финансового университета при правительстве России, показали, что мы единственная региона за Уралом, входим в число пяти наиболее потенциально, с большим потенциалом инновационного развития. Вот это та оценка той действительности, которая есть. Поэтому сегодня, еще раз говорю, сделать доступным наш потенциал для партнеров – вот главная задача. Тем более, что мы практически закончили первый этап разработки программы реиндустриализации. Мы в феврале месяце рассмотрим и утвердим на правительстве программу реиндустриализации. Надеюсь, что мы сумеем первым полугодием 2016 года сделать презентацию этой программы при правительстве Российской Федерации, чтобы найти возможность сопряжения нашей внутренней содержания программы с федеральными целевыми программами. Поскольку многие проекты, которые входят в программу реиндустриализации, они имеют межрегиональный характер. По крайней мере, по медицинскому кластеру, биотехнологическому кластеру мы взаимодействуем как минимум с тремя областями – Алтайский край, Томской области, Красноярский край. Поэтому взаимодействие, координация со стороны как раз федеральных ведомств и министерств, она край нужна, она усилит наш потенциал. И как результат вот этой предшествующей работы по международному сотрудничеству, по итогам 2015 года, предварительно пока итогам, но тем не менее, внешний торговый оборот в Новосибирской области составил около 2,4 миллиарда долларов США. При этом изменился в 2015 году сальдо. Оно положительно. Экспорт превалирует над импортом почти на 400 миллионов долларов. Это говорит, что как раз мы экспортируем в другие страны свою высокотехнологическую продукцию, свои высокотехнологические услуги, которые вполне конкурентно способны, коли их покупают за пределами нашей России и за пределами нашей области. Вот это принципиально важно. Поэтому этот потенциал мы будем наращивать. И считаю, что вчерашнее подписанное соглашение с Ломбардией, Италией, оно дает нам вектор такого потенциального развития в экономике по некоторым направлениям. Ну, сейчас работает рабочая группа, уже создана с итальянскими специалистами нашими по созданию мощного современного обувного кластера. Ну, законодатели мод по выработке кож там и так далее, Италия всегда была. Вот, у нас тоже есть практика обувного производства здесь, в Сибирской области. Поэтому сегодня находятся проработки такой вопрос. Надеюсь, что мы найдем подходы со специалистами Италии. В Италии очень мощно развито такое направление, как глубокая переработка зерна. Ну, такие очень высокотехнологичные технологии, ну, высокие технологии применяются при переработке. А нам это очень нужно. То, что мы зерно производим, мы только 52% перерабатываем у себя, а затем за пределами где-то в Алтайском, в других краях перерабатываем. Я думаю, что это поэкономически не совсем верно. Поэтому вот и эти направления, как ряд и других, будем искать подходы. Поэтому могу сказать, что сегодня тот уровень международного сотрудничества, он оценивается как вполне активным такой позиции нашего региона. И считаю, что это, по крайней мере, как одно из важнейших условий по созданию предпосылок для развития, прироста экономического потенциала в нашей области. Поскольку любые импортно-экспортные взаимодействия – это на уровне более высоких конкурентных возможностей. Вот это самое главное. Поэтому ширпотребовскую какую-то средненькую ничего никто не купит, потому что покупают услуги и товары высокого такого технологического, такого свойства. Поэтому вот это, я думаю, и мы это будем развивать. О задачах региона, проблемах и путях их решения честно и открыто от первого лица. Смотрите нашу программу каждую среду после итогового выпуска новостей и в четверг в 16.00 на телеканале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok